Сегодня мы будем делать видео по замене жидкости Гура на автомобиле Hyundai Gece. Для этого нам пригодится жидкость Гура новая, с допуском, показывать мы её не будем, иначе это будет реклама, абсолютно любая, с допуском PSF3. И пригодится пустая бутылка 0,5 для слива старой жидкости, и какой-нибудь шприц, чем мы будем старую жидкость выбирать из бачка. Вот, также ещё нужны будут плоскогубцы. Начнём мы с самого правильного. Сначала мы поднимем переднюю часть автомобиля, таким образом, чтобы колёса висели в воздухе. В поднятом состоянии выставлять на соответствующие подставки. Конкретно эта подставка китайского производства держит 2 тонны, ну, наверное, максимального веса. В общем, с двух сторон мы вывесили автомобиль на эти подставки, таким образом, что колесо у нас, и одно, и второе, находятся в свободном движении. Соответственно, и руль у нас тоже будет находиться в свободном движении. Следующим этапом, что мы будем делать? Шприцом с трубочкой выкачивать старую жидкость. Собственно, на этом этапе мы можем понять, почему мы меняем жидкость ГУР. Когда жидкость ГУР на свет, да, видно, что она чёрная, становится вот такого цвета, и начинает приобретать характерный запах горелого. Следовательно, его пора поменять. Это наступает где-то через 40-60 тысяч пробегов. Своевременная замена жидкости гидроусилителя рулевого управления нам даёт только пользу в плане работы самого насоса, гидроусилителя руля. Так, он проработает дольше, его не придётся менять, поскольку новый стоит он недёшево. Ну и как бы вообще всё будет хорошо. У нас есть задача заглушить вот это отверстие расширительного бачка, откуда мы трубочку сняли. Для этого мне ассистент подсказывает, можно собрать вот такую конфигурацию из подручных средств в гараже. Два хомута, непонятный шланг и старая свеча. Кстати, наверное, ещё живая. Ну, тогда она нас вообще не поступает. Всё, теперь оттуда не польётся. Крышку обратной не ставим, потому что всё-таки нам нужна циркуляция. Следующим этапом ищем человека с чистыми руками. И просим его покрутить руль в крайнее положение. То есть до упора влево и до упора вправо. Чем мы заставим шевелиться рейку рулевого управления. И, соответственно, выдавливать старую жидкость из системы. Как я уже сказал, человек с чистыми руками начинает вращать руль в крайнее положение. Слегка задерживая рулевое управление в крайнем положении. Получили вот такое количество на свет грязное вот такое количество старой жидкости. Мы её переливаем в старую бутылочку старой жидкости. Получаем вот примерно вот столько. Сколько тут? 1,25. Ну, пол-литра, наверное, получили. Следующим этапом, поскольку клиент стоит рядом, может ругаться, мы решили промыть систему. Для этого мы берём новую жидкость. Не снимаем её марку. Дабы не было рекламы. Жидкость с допуском PSF3. Вот такого вот цвета она есть новая. Сейчас попробуем цвет обновить. Вот такого вот цвета на свет. Вот такого цвета она новая. То есть, ну и как бы совершенно другого, более приятного запаха. И с этой бутылки мы выливаем ну, граммчиков 200 в бачок. В принципе, можем лить до полного. Да. И повторяем процедуру прокачивания системы. Быстро вращая руль до крайних положений, на несколько секунд задерживая руль в крайних положениях. она выходит лениво. Но бачок уже пустой. Нам осталось выжать бутылку примерно столько же, сколько мы злили в бачок. Вот когда жидкость вытекает, на видео видно, что жидкость вытекает. Сейчас не видно. В общем, жидкость больше всего любит вытекать в крайних положениях. Как раз вот при той задержке несколько секунд. Закончили процесс прокачивания. Можем в этом убедиться. Ну, где-то грамм 200 грязной жидкости общей сложности мы слили. Я думаю, что на этом процесс можно остановить. Итак, теперь собираем систему в обратном порядке. Снимаем заглушку. Ставим на место шланг. И очень важно поставить на то же место хомут, чтобы он попал в эти же выемки, которые он уже сделал с завода. Если поставить хомут в другом положении, то этот шланг может начать пропускать. Что, в принципе, нам не нужно. Я думаю, что вот так вот мы получили хомут. В том же положении и, в принципе, хорошо зафиксированный шланг. Ставим на место. Заливаем новую жидкость. И продолжаем процесс вращения руля, только уже подливая жидкость по мере ее ухода. В итоге мы должны получить прокачанную систему и жидкость между отметками максимум и минимум. зрители могут видеть появление воздушных пузырьков в крайних положениях руля опять же с того шланга, который мы поставили, то есть с обратки. Очень важно прокачать систему полностью, то есть добиться того, чтобы мы не видели пузырьков с обратки. Иначе при первом заводе непрокачанной системы жидкость ГУРа в системе вспенится. Может даже выйти из бачка, но это уже совсем другая история. Но на вспененной жидкости ГУР не будет работать как следует и при этом будет издавать весьма плохие звуки. Поэтому чем большим мы выпустим воздуха из системы, тем будет лучше и правильнее. В том случае, если при заводе автомобиля мы все же получили воздух, то есть вспененную жидкость, необходимо какое-то время подождать, пока эта пена осядет и продолжить процесс прокачивания. После того, как пузырьков не будет появляться, можно сказать, что все закончено. Заводить в этот момент в процессе прокачивания жидкости ГУР автомобиль нельзя, потому что в насосе ГУРа есть воздух, он не полностью заполнен рабочей жидкостью и он может в принципе выйти из строя. ну как бы не основательно выйти из строя, но тем не менее хорошо ему от этого не будет однозначно. На процедуру замены жидкости ГУР уходит чуть меньше литровой бутылки. Если не проводить процесс промывки системы, то в среднем выходит на замену 600 грамм новой жидкости, 600 миллилитров. То есть во время промывки системы в бачок свободно можно выливать 300-400 миллилитров. В данном случае больше системы гидроусилителя рулевого управления автомобилей Hyundai Getz мы еще ни разу не сливали. Больше чем 600 миллилитров. После продолжительного вращения руля мы добились того, что воздух у нас перестал идти системы. Далили еще немножко жидкости и можем сказать, что процедура закончена. Мы можем попросить хозяина завести автомобиль. Мы завели автомобиль. Также мы не видим пузырьков в системе и не слышим никакого свиста от гидроусилителя, от самого насоса. Можно сказать, что мы закончили. Глуши доливаем жидкость до середины между метками. Чуть-чуть надо долить. Новая жидкость у нас осталась где-то 250 миллилитров. Это с учетом промывки системы. И вот такая бутылочка старой жидкости. Всем спасибо. Спасибо.